Чешская Шкода решила завоевать рынок Индии. Первым делом тамошнему покупателю предложили компактный кроссовер Кушак. А сейчас пришло время относительно недорогого седана, модели Slavia. Slavia оказалась достаточно крупной. Чтобы было понятнее, по всем основным параметрам новая Шкода заметно обходит российский Рапид. Мы подробно указали разницу между двумя этими машинами. Седан базируется на адаптированной версии платформы MQB. При том, чтобы гарантировать приятный ценник, инженеры пошли на упрощение, поставив сзади полузависимую подвеску и барабанные тормоза. Однако чешские дизайнеры приложили максимум усилий, дабы Slavia выглядела самобытно. Поэтому спереди премьерная модель напоминает свежую Fabio. На выбор предложены литровые и полуторалитровые турбомоторы, к которым изначально прилагается механическая коробка. Но за доплату можно заказать шестидиапазонный автомат или семиступенчатый робот соответственно. Базовая версия упакована достаточно скромно. В список стандартного оборудования включены аналоговые приборы, обычный кондиционер и пара подушек безопасности. Хотя приятным бонусом служит штатная медиасистема, пускай и с 7-дюймовым экраном. А вот список опций определенно вызывает уважение. Клиенту дозволено заказать полный комплект эйрбэгов, виртуальные приборы, 10-дюймовый тачскрин, медиасистемы, климат-контроль и даже вентиляцию передних сидений. В Индии продажи новинки стартуют через несколько месяцев. Но самое главное, руководство Шкоды четко заявило, впоследствии этот седан появится на других рынках. А значит, есть совсем не иллюзорный шанс, что именно славя окажется преемником нашего нынешнего Рапида. Шкода готовится провести рестайлинг кроссовера Karo, который публике впервые представили 4 года назад. Европейский дебют новинки состоится уже 30 ноября. А сейчас чешская марка опубликовала несколько дизайнерских скетчей. Ключевые изменения во внешности — это новые бамперы, а также более широкая решетка радиатора. Фары изменят форму, а задние фонари станут компактнее прежних, а также обретут стильные горизонтальные секции. Повторим, что все подробности не за горами. Однако между европейской премьерой и российским стартом пройдет некоторое время, ведь сначала обновленной модели предстоит получить российскую прописку. Редактор субтитров А.Семкин